2 сентября Одесса отметила 227 годовщину со дня своего основания. Это один из любимейших праздников наших земляков в день, когда Южная Пальмира принимает поздравления со всех уголков земли. Фестивали, концерты, необычные флешмобы, поднятие флага города у мэрии – обязательная программа дня рождения Одессы на протяжении многих лет. А начинался парад торжественных мероприятий традиционно с возложения цветов почетными гражданами Одессы к памятникам основателей города, нашим выдающимся землякам, определившим путь развития Одессы на века. Подробнее о Дне города в материале моих коллег. Каждый год 2 сентября одесситы всех стран не только поздравляют друг друга, веселятся, поют и танцуют. В первую очередь наши земляки отдают дань памяти и уважения выдающимся государственным деятелям прошлого, без которых нынешней Одессы, скорее всего, бы и не было. Почетные граждане города возложили цветы к памятникам великим деятелям своего времени – Иосифу Дерибасу, Григорию Морозли, Михаилу Воронцову, императрице Екатерине II, Дюку Ришелье. Сегодня праздник, и я хочу искренне поздравить всех одесситов с этим светлым праздником, днем рождения. Я хочу, чтобы наш город был чист, я очень хочу, чтобы наш город развивался, чтобы одесситы всегда гордились своим городом. Не случайно одесситы любят шутить и говорить, что жизнь дана один раз, и прожить ее нужно в Одессе, а кто не может, должен чаще приезжать. Отцы-основатели города внесли весомый вклад, чтобы Одесса развивалась как портовый город и как крупнейший торговый центр. Чтить свою историю – долг каждого современника. Если бы не основателей города, ничего бы не было. Самое главное, что мы таким образом не прерываем эстафету поколения. Они нам передали, вернее, они передали своим детям и так далее до сегодняшнего дня, иначе бы ничего не сохранилось. История – это не политика. История – это то, что каждый должен помнить, иначе, если он ее забудет, тогда человек угрожает страна. Тем более Одесса – это огромный праздник. 2 сентября таких городов в мире по пальцам можно пересчислять. А мы одесситы должны все эти традиции соблюдать. Мы помним историю, потому что мы знаем историю. Я вспоминаю, когда я был такой как и юным, я обязательно пытался изучить историю нашего края. И прежде всего я интересовался, кто строил город, какие национальности. И вот сегодня мы видели, что в нашем городе проживает 137 национальностей. Это насколько интересно, это насколько ценно, что мы все разные национальности, мы уживаемся, друг друга поздравляем. И мы считаем, что мы одесситы. День рождения Одессы – наиболее подходящий момент, чтобы подвести некий итог и задаться вопросом, а в нужном ли направлении Одесса развивается сейчас, чего не хватает городу, чтобы воспользоваться имеющимся потенциалом. Почетный гражданин города Одесса, президент Одесской юридической академии, полагает, только совместными усилиями можно поддерживать статус Южной Пальмиры, как успешного и комфортного для жизни города. Я вот, будучи депутатом ЖК, чувствовал всяческую поддержку. Центр города – давайте создавать, давайте что-то помогать. И все одесситы помогали. Я помню, как мы начинали строить студенческую церковь, так каждый вносил свою лепту. Кто-то из школьников, из студентов приносил там 3-4 гривны, кто-то из бизнесменов давал десятки тысяч. Мы построили университет, мы построили храм один, мы построили школу, и ни один человек не способен это сделать в одиночку. Естественно, что поддержка всегда, в том числе была и политическая, одесситы. Те проекты, которые осуществляет Сергей Васильевич, чтобы никто не подумал, мы, естественно, друзья, я могу быть и необъективным, но тут стопроцентно объективно. Это наравне то, что делал Морозли. Я думаю, придет время, поколение оценит. Хотя и сегодня люди оценивают достаточно нормально. Вчера мой родственник, генеральный директор медицинского дома «Одрекс», забрал внука с Лондона, привез и отдал первый класс в школу, которую построил Сергей Васильевич Кивалов. А вот, по мнению почетного гражданина города, губернатора Одесской области Сергея Гриневецкого, сегодня у Одессы, как и у всей страны, есть возможность расстраиваться. Школы, детсады, театры, спортивная инфраструктура. И развиваться. Президентская программа «Большое строительство» в помощь, в том числе и нашему городу. Одесса дала много яскравых особистостей. В Одессе сейчас проходят много международных форумов. Поступово Одесса перетворилась, и я бы сказал, уже перетворилась на культурную столицу нашей страны. Наше главное завдание сегодня втелить в жизнь программу президента «Великое строительство», «Великая реставрация». Все то, что может стать привабливым для туриста, для инвестора. Ну и самое главное – это место, которое должно быть конкурентоспроможным на световой мапе. Несмотря на прохладные сентябрьские дни, 2 сентября в сердце каждого одессита по-настоящему тепло. Экс-руководитель Одесского торгового порта вспоминает, как в молодости переехал в Южную Пальмиру и остался здесь навсегда, возглавив морские ворота Украины. 16 лет я приехал в Одессу. Сейчас мне уже 82. Я в Одессе как приехал, так в ней нахожусь. И всегда буду находиться. И здесь я, как говорится, рядом, в Одесский порт. Что я сделал для Одессы, не мне судить. Для этого достаточно подойти даже к дюку и сфотографировать то, что вы увидите. Все, что вы увидите, все как-то в большей и меньшей мере связано со мной, с моей работой, как руководителя. 27 лет я был руководителем Одесского порта и смог много сделать и продвинуть порт в такую стадию сегодня, когда сложно работать вообще всем предприятиям, руководителям. Одесский порт продолжает также работать. После возложения цветов к памятникам выдающихся одесситов на Думской площади состоялось торжественное поднятие флага Одессы. После чего почетными наградами были отмечены наши выдающиеся современники. Глава Совета адвокатов Одесской области Иосиф Брон за выдающийся вклад в развитие юридической сферы получил почетный знак имени Григория Морозли. Самая приятная вещь, что я являюсь участником этого праздника, что я одессит и могу вместе с одесситами разделить праздник этого дня и достоинство этого дня, и вспомнить историю, вспомнить того же Григория Морозли, который был еще, кроме того, что выдающимся градоначальником, он еще был и меценатом, который дарил Одессе школы, больницы, библиотеки, трамвай запустил. Учрежден такой орден, как Орден Морозли. Я считаю это почетным для одессита получить такой орден, потому что это и ко многому, если можно сказать, обязывает, и кроме того дает радость, что ты являешься одесситом, и у тебя были такие предшественники в этом городе. Каждый должен внести свою лепту в развитие города. Кто-то своим трудом, кто-то памятниками архитектуры, кто-то прославляет наш город песнями. Кстати, о Одессе было написано почти две с половиной тысячи песен. Ни об одном городе мира, наверное, не исполнено и не написано столько песен. Одесса, она кузница в хороших кадрах. Лучшие актеры, лучшие поэты, лучшие сценаристы, режиссеры. Все отсюда. По завершению торжественной программы гостей праздника ожидал флешмоб. Думская площадь превратилась в машину времени. Сначала перенеслась в атмосферу 19 века. Это была станция Одесса-ранняя. Одесситы, переодетые в роскошные светские костюмы, словно 200 лет тому назад гуляли по Приморскому бульвару. Одессу, место прекрасных людей. После чего пришло время побывать на площади представителям всех эпох, которые оставили значительный след в истории Одессы. Затем эстафету приняли танцевальные и спортивные коллективы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА